В схватках на земле большинство результативных выстрелов делают из неподвижного положения. На воде всё не так. Морские бои предполагают постоянное перемещение. В небе паражируют самолёты врага, которые только и мечтают об удобной неподвижной цели. Но дело не только в этом. Авиация как-никак угрожает и танкам. Проблема в том, что малоподвижная цель — подарок для командира торпедного катера. Он, не задумываясь, пустит торпеды — и всё. Любуйтесь морским дном. Так что вот совет номер один. Будьте в движении. Не стойте на месте. Очень важно вот что. Корабли в движении гораздо инертнее танков или самолётов. Если вы идёте на скорости в 70 км в час и внезапно видите перед собой остров, мгновенно остановиться не выйдет. Впрочем, основная проблема здесь не острова. Беда случается, когда противник, раскусив ваш манёвр, пускает сразу несколько торпед на перерез. Да, опять эти торпеды. Отсюда ещё один важный совет. Всегда следите за тем, куда плывёте. Планируйте курс. Вес вашего корабля зачастую превышает тысячу тонн. Привыкайте. К слову, в игре есть специальные сигналы, которые предупреждают, что препятствие прямо под носом. Слышите сирену, а на экране идёт отсчёт до столкновения — значит, самое время изменить курс. Впрочем, даже самый опытный мореход будет время от времени попадать в ситуации, когда потребуется резко изменить вектор движения. Для этого вам придётся сначала сбросить скорость. У игроков есть выбор между самым малым и самым полным ходом в обоих направлениях. Из-за веса корабля и его инертности для эффектного торможения подойдёт самый полный ход в нужном направлении. Или заложите крутой поворот. Это тоже неплохой вариант замедлить ход. Итак, с базовым перемещением освоились. Как действовать в боевых условиях? Начнём с захвата точек. Здесь принцип примерно одинаковый для судов всех размеров. При вхождении в круг захвата сразу же активируйте дымовые установки и делайте разворот. Дымовой шлейф спрячет ваше судно от противника и позволит захватить точку с минимальными повреждениями. Только не забывайте про торпеды. Даже если противники не сумели опередить вас на точке и, соответственно, не могут дать точный залп из-за дымовой завесы, вполне возможно, что в вашу сторону уже несутся смертельно опасные малыши. Не забывайте использовать ландшафт для внезапных вылазок. Да, иногда атака в лоб — единственный вариант, но гораздо чаще вы сможете выбрать, когда нападать и откуда. Видите сильного противника? Отлично! Обходите его, укрываясь за островом, и внезапно вылетайте с тыла. Пара залпов — и цель уничтожена. На воде бои также нередко проходят на больших дистанциях. Особенно часто стычки такого рода случаются у обладателей эсминцев и крейсеров. В таких столкновениях очень важно постоянно менять направление движения. Так вы заставляете противника постоянно вносить поправки в упреждение перед целью. Так что если вступили в бой на расстоянии от 4 до 10 километров, смело меняйте курс после каждой пары залпов. Выживать станет гораздо проще. На сегодня всё. Знаете ещё какие-то секреты перемещения на кораблях? Расскажите об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!